Прискорбно, россияне потеряли Ларису Долину. Никита Джигурда заметил, что время Ларисы Долиной на эстраде подошло к концу. В последнем выпуске шоу «Звезды в Африке» в проект пришел актер Никита Джигурда. Он сразу же произвел впечатление на всех участников проекта. Актер отметил, что на шоу его окружают прекрасные девушки-богини. Блогера Валю Карнавал знаменитость даже поддержал. А в древнем конфликте с Ларисой Долиной Джигурда считает, что время исполнительницы в шоу-бизнесе безвозвратно ушло. «В споре Валюши с Долиной я был полностью богиня маленькая на твоей стороне, потому что какая бы Ларка ни была профессионалка, я за этим вижу понимание, что время ее ушло. Есть звезды, которые с возрастом бронзовеют и забывают, как они поднялись. Отрезал артист». Напомним, Валя Карнавал и Лариса Долина поссорились во время шоу-музыкалити. Исполнительница заявила, что артисты без соответствующего образования не могут петь на сцене. Блогер выразила противоположную позицию. Также стоит добавить, что Прохор Шаляпин нелестно отозвался Ларисе Долиной. Отметим, что она не дает дорогу на эстраду более молодым артистам. По этому поводу высказался бывший супруг народной артистки Илья Спицын. Спицын, расставшийся с Долиной в 2016 году, не стал церемониться с Прохором и довольно нелестно отозвался о нем. «Я все понял. Не знаю, кто такой Прохор Шаляпин, что он там раскритиковал. Это никому не интересно. Больше не звоните», — отметил мужчина в беседе с журналистами. Как на слова экс-эксбранника певицы отреагирует Шаляпин, неизвестно. Ясно лишь одно, что Прохор не собирается угождать Ларисе Александровне. «Долина получила 39 миллионов рублей на свою школу, тоже от государства, и все мало. Лучшее, что вы сможете сделать для молодежи, уйти на второй план», — негодовал 38-летний Прохор. Напомним, в свое время Лариса Долина прошлась по вокальным данным блогерши Вали Карнавал, подчеркнув, что той не стоит петь на публику. После этого на народную артистку посыпалось большое количество критики, кто-то даже стал сомневаться в профессионализме 66-летней звезды. Лариса Александровна не оставила без внимания негатив в свою сторону. «Диву даюсь некоторым комментариям от людей, видимо, случайно попавших на мою страницу, решивших, что их абсолютно некомпетентное мнение будет мною услышано и принято к сведению. Успокойтесь, ради бога, шедшие мимо. Я сама себе знаю цену и никогда не была собой довольна. Те, кто меня знает, в курсе такого отношения к себе. Если бы не это бесконечное грызня внутри, ничего бы толкового из меня не вышло бы. Я свои недостатки и достоинства очень хорошо знаю». Сегодня прочитала высшую похвалу в свой адрес. Одна очень в себе уверенная дама написала, что мое пение рок-музыки ресторанное. «Спасибо огромное за такую оценку. Чтобы вы понимали, работа в ресторане – это огромная школа профессионализма. И что моему голосу подходит петь уже? Позвольте выбирать мне». «Вот так-то», – заявила она. Продолжение следует... Продолжение следует...